Казка о том, как жила-была последняя муха. Глава первая. Кому было весело летом? Ах, как весело! Трудно даже рассказать все по порядку. Сколько было мух? Тысячи летают, южат, веселятся. Когда родилась маленькая мушка, расправила свои крылышки. Ездилось тоже весело. Так весело, так весело, что не расскажешь. Всего интереснее было то, что с утгра открывали все окна и двери на террасу. Какое хочешь, в то окно и лети. Какое доброе существо человек! Удивлялась маленькая мушка, летая из окна в окно. Это для нас сделаны окна и отворяют их тоже для нас. Очень хорошо, а главное весело. Она тысячу раз вылетала в сад, посидела на зеленой травке, полюбовалась цветущей сиренью, нежными листиками распускавшейся липы и цветами в клумбах. Неизвестный ей до сих пор садовник уже успел вперед позаботиться обо всем. Ах, какой он добрый этот садовник! Мушка еще не родилась, а он уже все успел приготовить, решительно все, что нужно маленькой мушке. Это было тем удивительнее, что сам он не умел летать и даже ходил иногда с большим трудом. Его так и покачивало, и садовник что-то бормотал совсем непонятно. «И откуда только эти проклятые мухи берутся?» — ворчал добрый садовник. Вероятно, бедняга говорил это просто из зависти, потому что сам умел только копать ряды, рассаживать цветы и поливать их, а летать не мог. Молодая мушка нарочно кружилась над красным носом садовника и страшно ему надоело. Потом люди вообще так добры, что везде доставляли разные удовольствия именно мухам. Например, Аленушка утром пила молочко, ела булочку и потом выпрашивала у тети Оли сахару. Все это она делала только для того, чтобы оставить мухам несколько капелек пролитого молока, а главное — крошки булки и сахара. Ну скажите, пожалуйста, что может быть вкуснее таких крошек, особенно когда летаешь все утро и проголодаешься? Потом кухарка Паша была еще добрее Аленушки. Она каждое утро нарочно для мух ходила на рынок и приносила удивительно вкусные вещи. Говядину, иногда рыбу, сливки, масло. Вообще самая добрая женщина во всем мире. Она отлично знала, что нужно мухам, хотя летать тоже не умела, как и садовник. Очень хорошая женщина вообще. А тетя Оля? О, эта чудесная женщина, кажется, специально жила только для мух. Она своими руками раскрывала все окна каждое утро, чтобы мухам было удобнее летать. А когда шел дождь или было холодно, закрывала их, чтобы мухи не замочили своих крылышек и не простудились. Потом тетя Оля заметила, что мухи очень любят сахар и ягоды. Поэтому она принялась каждый день варить ягоды в сахаре. Мухи сейчас, конечно, догадались, для чего все это делается. И лезли из чувства благодарности прямо в тазик с вареньем. Аленушка тоже очень любила варенье, но тетя Оля давала ей всего одну или две ложечки, не желая обижать мух. Так как мухи за раз не могли съесть всего, то тетя Оля откладывала часть варенья в стеклянные банки, чтобы не съели мыши, которым варенье совсем не полагается. И потом подавала его каждый день мухам, когда пила чай. Ах, какие все добрые и хорошие! Восхищалась молодая мушка, летая из окна в окно. Может быть, даже хорошо, что люди не умеют летать. Тогда бы они превратились в мух, больших и прожорливых мух. И, наверное, съели бы все сами. Ах, как хорошо жить на свете! Ну, люди уж не совсем такие добряки, как ты думаешь, заметила старая муха, любившая поворчать. Это только так кажется. Ты обратила внимание на человека, которого все называют папой? О, да, это очень странный господин. Вы совершенно правы, хорошая, добрая старая муха. Для чего он курит свою трубку, когда отлично знает, что я совсем не выношу табачного дыма? Мне кажется, что это он делает прямо назло мне. Потом решительно ничего не хочет сделать для мух. Я раз попробовала чернил, которыми он что-то такое вечное пишет. И чуть не умерла. Это, наконец, возмутительно. Я своими глазами видела, как в его чернильности утонули две такие хорошенькие, но совершенно неопытные мушки. Это была ужасная картина, когда он пером вытащил одну из них и посадил на бумагу. Представьте себе, он в этом обвинял не себя, а нас же. Где справедливость? Я думаю, что этот папа совсем лишен справедливости, хотя у него есть одно достоинство, ответила старая опытная муха. Он пьет пиво после обеда. Это совсем не дурная привычка. Я признаться тоже не прочего без пива. Хотя у меня и кружится от него голова. Что делать? Дурная привычка. И я тоже люблю пиво, призналась молоденькая мушка. И даже немного покраснела. Мне делается от него так весело, так весело. Хотя на другой день немного и болит голова. Но папа, может быть, от того ничего не делает для мух, что сам не ест варенье, а сахар опускает только в стакан чаю. По-моему, нельзя ждать ничего хорошего от человека, который не ест варенье. Ему остается только курить свою трубку. Мухи вообще знали отлично всех людей, хотя и ценили их по-своему. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...